МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Останется проект «Воровая практика». Далее расскажем обо всем подробно. Всего несколько дней осталось до окончания голосования за объект, который будут благоустраивать в следующем году. Только от решения саровчан зависит, получит ли наш город средства, которые выделяют по программе формирование комфортной городской среды. Познакомиться с проектами и выбрать территорию можно на сайте голосза.ру. Обновление сквера, установка детской площадки или турников, обустройство набережной. Только саровчане решают, чем займутся в первую очередь в 2022 году. До 30 мая жители города могут поучаствовать в голосовании на сайте голосза.ру и выбрать один из двух проектов. Если проголосует меньше 7 тысяч саровчан, денег мы не получим. Если саров наберет больше 7 тысяч голосов, то городу выделит деньги на реконструкцию объекта победителя голосования. Если саров будет сильно отставать от других, то тоже есть вероятность деньги не получить. Но если мы не доберем цифру до 7 тысяч, то мы не получим деньги абсолютно уверенно. Можно об этом сегодня говорить. Антон Ульянов уже отдал свой голос за один из предложенных проектов. Своему примеру он призывает последовать всех саровчан. Тем более, что процедура очень простая и не потребует от жителей много сил, времени и каких-то специальных знаний. Персональный компьютер или смартфон есть практически у каждого. Если достаточного количества голосов не наберется, то совсем без благоустройства город, конечно же, не останется. Но набережные Борового или сквер за администрацией, если и будут сделаны, то только за счет средств городского бюджета. Пока, однако, таких денег у нас нет. Стоит много других важных задач. Мы говорим о террористической угрозе. Последние события в Казани трагические показали, что нужно повышать уровень безопасности в наших учебных заведениях. И достаточно большие деньги будут направлены сегодня на это направление. Проголосовать за благоустройство набережной пруда Борового или сквер за зданием администрации можно на сайте голосза.ру до 30 мая. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей СРОВ24. Избиратели семи субъектов России смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре. Об этом сообщил Центр избирком. Дистанционное электронное голосование пройдет в Москве, Севастополе, Ярославской, Курской, Мурманской, Ростовской и Нижегородской областях. Дистанционное электронное голосование используют как на выборах в Госдуму, так и на муниципальных выборах. Оно доступно для избирателей с подтвержденной записью на едином портале госуслуг. Впервые онлайн-голосование на федеральном уровне использовали в Москве и Нижегородской области во время принятия поправок к Конституции. Эксперимент признали удачным. Единый день голосования пройдет 19 сентября. Правительство до 17 августа должно получить доклад о выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Соответствующее поручение по реализации послания президента федеральному собранию дал премьер-министр Михаил Мишустин. Отвечать за предоставление выплат будут Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещение, Россопнадзор и Пенсионный фонд России. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Начался прием заявок на предоставление грантов из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщает Министерство внутренней и региональной политики Нижегородской области. Рассматриваются проекты в следующих номинациях. Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан. Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Поддержка молодежных проектов в области науки и образования, просвещения, культуры и искусства. Сохранение исторической памяти, защита прав и свобод граждан. Охрана окружающей среды и защита животных. Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников. Документы принимают с 24 мая по 27 июня. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 831 419 6157. 27 мая с 10.00 до 12.00 Управление по труду и занятости населения Нижегородской области, а также Центры занятости населения региона проведут прямую телефонную линию «Партнер». Граждане смогут задать вопросы об организации временного трудоустройства несовершеннолетних. Телефон прямой линии 8 831 234 07 16. Добавочный 323. С 26 по 29 мая местами по Нижегородской области сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфянников 4 класса. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии электропередачи, связи. Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует гражданам быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Напомним, с 21 мая в Сарове ввели запрет на посещение лесов. В молодежном центре прошла ежегодная всероссийская информационная акция «Должен знать», посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Участникам рассказали о стереотипах, которые сложились в обществе по отношению к ВИЧ-инфицированным и о мерах профилактики заболевания. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Разрушение стереотипов – главная цель акции «Должен знать». По словам специалистов, привлечение внимания молодежи к проблеме ВИЧ-СПИДа заставляет лучше следить за своим здоровьем и ведет к формированию толерантного отношения к больным СПИДам людям. В этом году акция приурочена к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Акция направлена на то, чтобы молодежь ознакомить с проблемами СПИДа в нашей стране. Каждый должен знать свой ВИЧ-статус, потому что всякое в жизни бывает. Столкнувшись с диагнозом впервые, люди ищут информацию в интернете и находят непроверенные и устаревшие данные, а иногда и откровенную ложь. Движение ВИЧ-диссидентов распространяет информацию о бесполезности лечения. По их мнению, терапия приводит к проблемам со здоровьем и даже летальным исходом. До сих пор у многих людей есть стереотипы такие, что можно зародиться от зубной щетки, можно зародиться, не знаю, просто с этим человеком бояться общаться, да, воздушно-капельным путем. И благодаря таким акциям можно показать, что люди с ВИЧ, можно с ними общаться, дружить и жить в одном обществе. СПИД – это заболевание, о котором не принято говорить в России. Терапия заболеваний существует и доступна во многих странах, но из-за отсутствия знаний у людей появляется много страхов и предрассудков. С инфицированными боятся просто находиться рядом, а некоторые больные отказываются от терапии, считая ее неэффективной. Если знать о его существовании, если соблюдать некоторые предосторожности, соблюдать некоторые правила, то с ними никогда не столкнешься, да, то есть соблюдая правила, зная о существовании ВИЧ, можно избежать заражения. Это не фатальная инфекция, которая передается там воздушно-капельным путем, поэтому знания очень важны для безопасности. В конце встречи для всех желающих, достигших 18 лет, провели анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. Активист Союза «Всияющие звезды» и статус Ульяна Скородумова успешно выступила на областном конкурсе «Лидер 21 века». Жюри оценивала самопрезентацию участников и два экспромтных задания. По результатам конкурса Саровчанка заняла второе место и будет представлять наш регион на всероссийском этапе. Подробности в следующем репортаже. Времени на подготовку к очному этапу областного конкурса у Ульяны было немного. Накануне его проведения она только приехала из Орленка, а потому работать над самопрезентацией пришлось в режиме нон-стоп. Прихожу уже в Дом пионеров репетировать, вот прямо на сцене понимаю, что это не то. Вообще вот не хочется мне это делать. Потом у меня был зум с руководителем региональным, мы тоже сошлись на том, что надо менять. И вот Светлана Арнольдовна, мой руководитель, помогла мне как-то доработать идею и добавить в нее чего-то необычного. Мы добавили в нее, скажем так, неройную сеть, то есть из моих воспоминаний. Помимо творческой самопрезентации, конкурсантам приготовили экспромтные задания. За 20 минут нужно было составить рассказ о пяти своих планах на будущее. Во втором задании Ульяне достался разговор в лифте с гостем. В ходе этого разговора добиться получения какого-то блага для своей детской организации. Мне попалась Плещева Ирина Владимировна, это исполнительный директор РДШ. И я смогла сделать этот разговор очень стандартным, простым, смешным. Я видела реакцию в зал, им точно понравилось. Забота, поддержка и теплая дружеская атмосфера. Таким для Ульяны запомнился областной этап конкурса «Лидер 21 века». Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. С 1 июня в Сарове стартует проект «Дворовая практика». По будням Центр внешкольной работы будет устраивать для юных саровчан игры, викторины, конкурсы и спортивные состязания. По традиции, открытию летнего сезона предшествуют праздники двора. На одном из них побывала наша съемочная группа. Игры, песни, танцы, конкурсы, баи на мячах и футбольный матч. Шумно и весело Центр внешкольной работы начал проект «Дворовая практика» в этом году. Как всегда, открытию летнего сезона предшествуют праздники микрорайонов, на которых педагоги и активисты ЦВР подвоят итоги года, знакомят саровчан со своими объединениями и рассказывают, что готовят для детей на ближайшие три месяца. Первый праздник прошел в старом районе на улице Силкина. Закончился учебный год, проведенный в ковидных ограничениях. Ребята были рады вновь окунуться в атмосферу лета, веселья и радости. Больше всего нравится игра «Рыбка» и «Где мечи». Мне больше всего понравилось. Ну, просто все мне больше всего понравилось. Очень белье все. Летно, лазь? Да, очень. Какие планы на каникулах? Ну, мюзи там на соревнования, веселиться. Мне очень понравилось, потому что здесь много разных игр, в которых можно поиграть. А на дворовые площадки уже ходила раньше? Да, я в прошлом году тоже со своей командой по футболу ходила сюда, и такие же конкурсы были. Лето ждали? Да. Что будете делать летом? Ну, гулять, читать. Мне больше понравилось, когда там можно перетягивать, кто выиграет. Рада, что лет прошло, что каникулы начались? Да, я рада, потому что можно побольше гулять с друзьями и не задают домашние задания. На Силкино-20, где проходил праздник в этом году, площадки не будет. Дети из Старого района могут приходить на стадион школы номер 10 и гимназии номер 2, или на Куйбышево-3, где находится хоккейная коробка. В новом районе программы будут проходить на Московской 25, Казамазово-10, стадионе школы номер 16 и на площадке спорт нормы жизни на улице Павлика Морозова. Старт дворовой площадки у нас с 1 июня. Работа дворовых площадок начинается с 15.00 и заканчивается в 19.00 вечера. Поэтому мы приглашаем всех на наши дворовые площадки, где педагоги, аниматоры и студенты организуют досуг вашим ребятам. Из года в год интерес к дворовым площадкам не падает. Ограничений по возрасту нет. Занятия найдутся как для младших школьников, так и для подростков. Дети будут проходить квесты, участвовать в тематических программах, викторинах и конкурсах. Большое внимание уделят спорту. Я думаю, что в этом году спрос не упадет на работу наших площадок. Они себя в городе зарекомендовали, нас знают и с удовольствием приходят на наши площадки, чтобы поиграть и поучаствовать в наших мероприятиях. Следить за анонсом мероприятий, которые будут проходить на дворовых площадках, можно в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Зыбин, Служба новостей, Саров-24. Традиционный городской шашечный турнир для детей старшего дошкольного возраста в этом году из-за коронавирусных ограничений провели в два этапа. На соревнованиях между воспитанниками детских садов старого района побывала наша съемочная группа. Шашки – традиционная игра, которая учит думать над ходами, анализировать действия противника. Это соревнования стратегий, как интеллектуальных, так и личностных. Такие игры учат аккуратности, последовательности в действиях, умению не обижаться при проигрышах. Турнир проводился по очень интересной швейцарской системе. Ребята, когда выигрывали, в следующем туре они играли с теми, кто выиграл. А те, которые проиграли, соответственно, играли с теми, кто проиграл. Очень такая демократичная система, очень интересная. И в конце, в пятом туре, между собой встречаются ребята, которые выиграли все партии. А те, которые проиграли, они оказались внизу и соревновались между собой. Несмотря на то, что правила шашек достаточно просты, игру можно назвать одной из самых динамичных настольных стратегий. Каждая партия уникальна, и результат исхода игры зависит от навыков соперников. Ребята с большой ответственностью и нескрываемым интересом отнеслись к подготовке к соревнованиям. Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. Нам показывают комбинации. Мы их разбираем. Нам надо понять, как победить за белых. Михаил Ковалев, как и ребята, начал играть в шашки еще в детском саду. По словам юноши, игра стала частью его жизни. Михаил постоянно совершенствует мастерство, не только читая книги и отрабатывая стратегии, но и сам придумывает уникальные ходы и комбинации. Нестандартный подход к игре позволяет ему одерживать победу на турнирах высокого уровня. Все началось как раз с этого турнира в первые разы лет 6-7 назад. Я там победила. Меня заметил мой тренер Олег Горьевич Васенькин и пригласил в кружок. Теперь я один из лучших. На протяжении турнира членами жюри ввелся протокол, на основании которого и были распределены места и выявлены победители турнира. Все участники получили сладкие призы. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!